Наши корреспонденты приготовили к вашему вниманию обзор праздничных дней. 3 сентября, в день 53-й годовщины победы над Японией, ветераны и представители администрации почтили память погибших воинов-ахинцев. Были возложены цветы к стелле в городском парке и к вечному огню. В субботу в Кровеческом музее открылась выставка «Нефть и город. Город и наука». В экспозиции более 300 документов из фондов музея и более 30 из частных коллекций, рассказывает директор музея Алла Викторовна Сеськова. Выставку мы посвятили трем юбилеям этого года, 70-летию нефтяной промышленности, 60-летию города и 50-летию науки о нефти. У нас сейчас полмузея занято именно этой экспозицией, этой выставкой и три зала. Зал промышленности, зал открытия исследований, мы его заняли Большую площадь и городской зал. Я думаю, что наиболее интересными, конечно, будут старые карты, схемы, старые фотографии нашего родного города, лица людей, которые своим трудом заслужили славу этому городу и новые документы, связанные уже с освоением шельфа. Практически вот тот зал, в котором мы стоим, зал промышленности, является большой отдельной экспозицией, посвященной промышленности, нефти и тем трудовым подвигам, которые с этим связаны. Я поздравляю всех с этими замечательными праздниками, желаю всем здоровья, успехов и всего доброго на долгие годы. В этот же день в Центре детского и юношеского творчества была подготовлена выставка «Тебе любимый город». Все предметы, представленные в этой выставке, сделаны руками детей из кружков при Центре детского и юношеского творчества. Из детских комнат подросток, романтик, дружба, ровесник. Все эти чудесные работы смогут осмотреть школьники первых, пятых классов. С 12 часов утра на центральной площади города ребята из авиамодельного кружка демонстрировали свои работы. Кружок под руководством Александра Анатольевича Кайскова посещает более 40 человек. В субботу ребятами на площади было запущено 8 авиамоделей, сделанных своими руками. Под руководством Александра Анатольевича ребята занимаются и авсоконструированием, готовят радиоуправляемые модели. И, наверное, после такого зрелищного показа своих работ, подопечных у Александра Анатольевича прибавится. В центральной районной библиотеке сегодня состояла встреча со старожилами города, а также детский конкурс, где родился, там и пригодился. В читальном зале работниками библиотеки был подготовлен уголок в духе русской старины. И самовар, и патефон создадут теплую и доверительную атмосферу, когда через несколько часов сюда придут старожилы города. Чтобы попеть песни, вспомнить некоторые интересные случаи из своей жизни, да и просто пообщаться. А в детской библиотеке уже закончился конкурс, где родился, там и пригодился. В нем участвовало 22 человека, мамы со своими детьми. Также были подведены итоги фотовикторины «Знаешь ли ты свой город?». В ней победили Никита Михеев, Алеша Крестьяненко и Дима Цибульский. Прошел конкурс «Что о растениях ты знаешь?». Для посетителей детской библиотеки работает книжная выставка «Земля, которую люблю». В субботу все желающие могли осмотреть экспозицию, посвященную Ахе в выставочном зале Краеведческого музея. Марина Борисовна, расскажите, пожалуйста, об экспозиции, которая сегодня представлена в выставочном зале. Сегодня у нас работает выставка Петра Васильевича Матвеева, художника, жившего в Ахе 30-50-е годы, затем уехавшего в Калининград. Здесь представлены 32 работы в технике масляной живописи. Работы посвящены городу нефти. Я вижу вас еще на стенах фотографии. Расскажите о них, пожалуйста. Фотографии эти представлены фотографом Трэмбичем Валерием Витальевичем. Здесь виды уже более современные Ахе, но, к сожалению, некоторые издания уже снесены. Являются историей, да? Да, являются историей. Как долго будет открыта выставка? Выставка у нас продлится до ноября месяца. Много людей уже посетила? Да, уже посетила эту выставку много людей. Она работала все лето, и были экскурсии детских площадок, детских садов. И мы надеемся, что эту выставку посетит еще более многочисленное количество ахинцев. Потому что кто интересуется из ахинцев историей города, историей нефти, мы просим в гости к нам. Светлана Черных расскажет вам об одном из главных юбилейных мероприятий – торжественном собрании. Собрание состоялось 5 сентября в районном Дворце культуры. Пришедшие на него были приятно удивлены изменениями, которые произошли здесь после капитального ремонта. Современный дизайн помещений, новое оборудование – все это говорило о том, что это учреждение переживает свое второе рождение. В фойе играл духовой оркестр и был развернут тематический стенд «Акционерное общество «Роснефть Сахалин Мурнефтегаз. 70-летняя история. Многообещающие перспективы». К началу собрания сюда подходило все больше и больше ахинцев и гостей города. Из Южно-Сахалинска прибыли губернатор Игорь Фархудинов, депутаты областной думы и ее председатель Борис Третьяк. В 16 часов в зрительном зале гаснет свет и начинается демонстрация документального фильма о сахалинских нефтяниках и развитии города. Затем вице-мэр по социальным вопросам Ирина Труднева открывает торжественное собрание и приглашает в президиум официальных лиц, известных людей ахи, передовиков производства. С приветствием к присутствующим в зале, а это представители предприятий района, почетные граждане Ахи, другие горожане, обратились мэр города Наиль Ярулин и генеральный директор открытого акционерного общества «Роснефть Сахалин Мурнефтегаз» Сергей Богданчиков. Оба руководителя, говоря о становлении и развитии Ахи, отмечали, что главное достояние ее – жители, которые строили город и развивали нефтяную промышленность Сахалина. Минутой молчания участники собрания почтили память тех, кто погиб при трагическом нефтегорском землетрясении. Затем слово предоставляется губернатору Сахалинской области Игорю Павловичу Фархудинову. Позвольте мне прежде всего поздравить всех вас, находящихся в этом зале, всех ахинцев, с знаменательным событием, с 70-летием образования первого и до сих пор единственного на Дальнем Востоке России объединения нефтяной и газовой промышленности, а также с 60-летелем города Ахаха. Отмечая эти знаменательные даты, мы по праву воздаем должное в освоении этого сурового края строительства города, прежде всего труженикам ведущей нефтяной отрасли Севера Сахалина. О славном пути коллектива, о тех испытаниях, которые выпали на его долю, уже говорил генеральный директор Сергей Михайлович Богданчиков. Могу только добавить, что не только профессионализм и трудолюбие присуще нашим нефтяникам. В дни страшной трагедии в 1995 году проявились огромные самопожертвования и их милосердие, когда нужно было срочно спасать своих земляков. Природным катаклизмом, увы, добавляются и экономические трудности. Гримасы рыночной экономики не только внутри России, но и за рубежом привели к обвалу мировых цен на нефть, и это сегодня серьезно сказалось на финансовом положении предприятия. Системный кризис, погуляв по Азиатско-Тихоокеанскому региону, другим странам обрушился сегодня и на Россию. Сегодня в Москве, да и не только там, много спорят, решают традиционный вопрос русской интеллигенции. Кто виноват и что делать? Безусловно, можно справедливо предъявлять претензии главному лицу государства, президенту Российской Федерации. Сегодня утром мы с Борисом Николаевичем Третьяком вернулись из Москвы, где рассматривали эту ситуацию на заседании Совета Федерации. Убежден, что можно и нужно мирным путем решить вопрос перераспределения части полномочий от президента федеральному собранию, конкретно Государственной Думе и правительству. Но одновременно не могу согласиться, что во всем виноват один человек. Многие здесь виноваты. Видимо, именно Государственная Дума тоже, которая сегодня многие претензии предъявляет президенту. Ведь именно она ежегодно, безмерно и в начале года, и в течение года раздувала госбюджет, при рассмотрении создавала из него бюджет мечты. В спешке, не было времени, его утверждал Совет Федерации. А правительство загоняло ситуацию постоянных заимствований для его выполнения. Так долго не могло продолжаться. Пирамида заимствований развалилась. Мы, конечно, выйдем из этой ситуации, но сегодня страна отброшена назад. Нужна корректировка курсов. Без этого просто не обойтись. Места экономики хватит заниматься политикой. Нужно именно экономикой заниматься. Увы, к сожалению, мы побывали там несколько дней сейчас и убедились, что по-прежнему с этим далеко там еще не покончено. Но нам же, на Сахалине, больше следует надеяться на собственные силы. В этих условиях нам, как никогда, необходима максимальная эффективность, эффективная работа всех структурных звеньев, в том числе и Сахалин-Моррефтегаза. С этим, видимо, и связаны предстоящие сокращения в коллективе. Я знаю о том напряжении, которое сегодня есть, и думаю, что нужно проводить это максимально осторожно. Ведь в конечном счете вся работа направлена на то, чтобы лучше жилось всем людям в районе. Нужно как можно внимательно отнестись к дальнейшей судьбе самого северного совхоза Ахинский. Мы рассмотрели его вопросы, дальнейшие его деятельности и будем в этом направлении работать далее. Я убежден, что без совхоза Ахинский, Ахинский район не может существовать нормально. И условно дальнейшая эффективная работа коллектива «Роснефть-Сахалин-Моррефтегаз» связана с возможностью на основе новейших технологий освоения новых месторождений, увеличения добычи нефти и газа. Из года в год будет увеличиться участие коллектива в освоении шельфа. Значительное количество высвобождаемых работников уже получают и получат рабочие места во вновь образуемых предприятиях области. При самом активном участии коллектива «Роснефть-Сахалин-Моррефтегаза» уже осенью мы планируем ввести в эксплуатацию первую очередь Ноглевской газовой электростанции. Несмотря на все трудности, подножки в Москве, мы начали строить свои быстровозводимых сейсмостойких домов в городе Ахе и Южно-Сахалинске. Я повторяю, для жителей Ахинского района все будут распределяться, независимо где они будут строиться, и работников Сахалин-Моррефтегаза. Впереди у нас еще много хороших, но очень трудных дел. Город Ахаз сравнительно небольшой город, но без него сегодня не может жить большой город комсомольственно Амуре. Решение энергетической проблемы не только Сахалина, но и Дальнего Востока зависит от эффективной работы наших нефтянников. Славу города составляют люди разных профессий. Ахаз всегда была и останется одним из интеллектуальных центров Сахалина. Сегодня хочу поздравить наших ветеранов, тех, кто в строю, и молодых людей, всех вас, дорогие северяне, со славным юбилеем города и ведущего предприятия. Пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия на этой сахалинской земле. С юбилейными датами участников собрания пришли поздравить дети. Наш сегодня юбилей, аху мы поздравляем! Юбилей! Юбилей! АПЛОДИСМЕНТЫ Юбилей! Молодец! Город обустроен! Реставрировал творец, самшество устроен! АПЛОДИСМЕНТЫ Если хочешь быть здоровым, сильным, ловким, смелым, говорит Фашменс РА promote, вот большое дело! АПЛОДИСМЕНТЫ Писала золотом стропу Абрама Вагалина. Всю жизнь учила языку идти как садовина. Каждый может выбрать дело, чтобы в луках кипело. Много красивых и праздничных слов еще рассказать могли бы. Но сейф, пожалуй, вмещает одно. Спасибо, спасибо, спасибо. Большой группе нефтяников и другим достойным гражданам АХИ вручены правительственные и отраслевые награды. Почетные грамоты администрации Сахалинской области, Хабаровского края, Ахинского района, грамоты Сахалинской областной думы. Не остались без внимания городская администрация и акционерное общество Роснефть Сахалин Морнефтегаз. Им также вручены грамоты, памятные адреса, подарки. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы также хотим передать в дар городу картину того же знаменитого художника. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз всем с праздником! Будьте здоровы и счастливы! АПЛОДИСМЕНТЫ Коллектив аппарата управления внутренних дел долго думал, что подарить коллективу и так придумали вроде бы по теме. Вот изготовили в масштабе макет первой вышки Зотова и картину «Вышка на суше». АПЛОДИСМЕНТЫ По окончании собрания состоялся большой праздничный концерт. Анна Марчук побывала на всех концертных площадках и сейчас поделится с вами своими впечатлениями. Концерт на центральной площади начался вчера в 11.30. Погода выдалась отличная, а настроение и без того хорошее еще больше поднял городской духовой оркестр. Музыканты играли вальсы Эгана Штрауса, танго, фокстроты и старый всеми любимый вальс на соплах Манчжурии. Когда солнце перевалило за полдень, на сцене появился ансамбль «Пилок Йен» из Некраски. Сейчас вы увидите, как женщины ансамбля играют на традиционном нивском инструменте. Он называется «Канго». Это латунная пластинка, которую дергают за ниточку и она и вибрирует. Высоту звука регулируют губами и дыханием. Для нас все это немножко непривычно. А этот нивхитанец с палками. Встречное село Некрасовка Баба Вера. Поздравляю. А сейчас выступят тэквондисты. Интересно посмотреть на сочетание точности, хорошей координации движения и группы части. Похоже на танец, но это не танец, это уши. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас на сцене хор «Северные зори». Кроме того, в танцевальной программе приняли участие образцово-показательный ансамбль «Радуга» и школа танца «Валерия Стефанс». По словам начальника культуры Ковалевич, в концерте приняли участие и непосредственно его подготовили около тысячи человек. Всем им огромное спасибо, потому что праздник действительно удался. На городских игровых площадках проходили соревнования по различным видам спорта. На стадионе «Юность» 5 и 6 числа состоялся турнир по футболу на Кубок нефтяников. Кроме ахинских команд ветеран и сборная Ахи в нем приняли участие гости из областного центра команды «Локомотив» и «Ветеран». В очень упорной борьбе сборная Ахи победила «Локомотив» и стала обладателем Кубка. На втором месте «Локомотив». На третьем – ветеран из Южно-Сахалинска. На четвертом – ветераны Ахи. Здесь же прошли соревнования по пляжному волейболу, в которых сильнейшей оказалась команда «Авиатор» в составе Сергея Шрам, Виталия Кондратенко и Евгения Жабина. Второе и третье места соответственно у «Презента» и «Лады». В течение трех дней мерили силами ахинские городошники. В результате победителями стали мастера спорта Валерий Федосеев, Владимир Леньшин и Виктор Рындич. В спортивном зале средней школы номер пять состоялся личный турнир по настольному теннису. В ходе одиночных встреч на первое место вышел Виктор Архандеев, второе место за Александром Чистовым, третье – за Александром Неудахиным. В парных встречах победила двойка в составе Александра Неудахина и Павла Егорова. Затем следуют два Александра – Чистов и Пухов, на третьем месте Виктор Архандеев с Сергеем Матвеевым. Соревнования по стритболу прошли 5 сентября на спортивной площадке по улице Дзержинского. Здесь победителя определяли в двух возрастных группах. Среди взрослых на первом месте одна из сильнейших команд района по этому виду спорта – «Торнадо». На втором – «Форсаж», на третьем – «Юг». Неудача постигла другую известную команду – «Абсолют», которая, к сожалению, заняла лишь четвертое место. Среди учащихся победили «Вихрь», «Ака» и «Север». 6 сентября на этой же площадке состоялись состязания по броскам в кольцо. У взрослых безусловным лидером стал Максим Пинтус. В группе учащихся победил Кирилл Евсюков. В 12 часов в воскресенье с площади у здания администрации взял старт «Легкоатлетический пробег», который проходил по маршруту улицы Ленина, Комсомольская, Дзержинская и Советская. В нем приняли участие около ста человек в семи возрастных группах. Здесь лидерами стали среди шестых-седьмых классов Саша Бутузов и Ира Загидулина, восьмых-девятых классов Сергей Бутузов и Галя Медведева, в группе 10-11 классов технического лицея и техникума Загидулин Денис и Ольга Кузнецова, которая, кстати, является абсолютным победителем в женском забеге. Среди взрослых забег выиграли Сергей Ширяев, Юрий Бриль, Тагир Загидулин, Владимир Леньшин, Мария Матяш и Светлана Олина. Впервые в этом году, учитывая популярность баскетбола, мэр города учредил собственный кубок по этому виду спорта, который был разыгран в воскресенье среди сильнейших баскетбольных команд района АХ-1 и АХ-2. В этот раз кубок достался АХ-2. Следует отметить, что спортивные состязания вызвали большой интерес у ахинцев. Не считая болельщиков, в них приняли участие более 300 человек. Главным сюрпризом для всех ахинцев был вечер воскресного дня. Несколько тысяч ахинцев, молодежь, дети, даже пожилые люди пришли вечером на центральную площадь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Много радости доставили ахинцам и выступления других самодеятельных артистов. Субтитры создавал DimaTorzok Ближе к десяти часам вечера танцевала уже вся площадь. Десять вечера юбилея города и Сахалин-Варнифигаза завершились самым зрелищным и кульминационным событием всего праздника – фейерверком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok